США планируют вступить в международную организацию, которая дает советы правительствам и компаниям по развитию искусственного интеллекта. Можно ли говорить, что это связано с угрозой, которая исходит от некоторых стран? И как в Саудовской Аравии готовы осуществить перспективный план введения 2030? Обо всем подробно расскажет мой виртуальный коллега Айсанж. Айсанж, тебе слово. Приветствую, Магина. Вступив в организацию по совершенствованию искусственного интеллекта, США могут стать последней присоединившейся страной из G7. Сегодня эту тему поднимут в ходе встречи министры науки группы Большой Семерки. Помимо Штатов, вступить в институт планирует и Новая Зеландия. Решение Вашингтона стать партнером связано с опасениями угрозы со стороны Пекина. Как известно, в Поднебесной занимаются внедрением 5G. Проект ведет компания Huawei. Вместе с тем США и еще 31 государство в прошлом году договорились придерживаться стандартов по кибербезопасности. Специальная система позволит предупреждать об угрозе со стороны других стран, не придерживающихся требований. Кстати, шаг вперед в развитии намерены осуществить и в Саудовской Аравии. Если в прошлом году основное внимание в Эреяде уделили IPO Saudi Aramco, то в этом году многообещающей программе «Видение 2030». Так, планируется увеличить доход в несырьевом секторе королевства со 163 миллиардов реалов до 1 триллиона. Власти намерены снизить и безработицу с 12% до 7%, а еще создать новые отрасли экономики и построить города прямо в пустыне. Правда, разразившаяся пандемия может затормозить все задуманное, поскольку сегодня потери несут все отрасли мировых экономик. Поэтому для смягчения последствий многие страны стали вводить послабление карантинного режима. В Саудовской Аравии, например, гражданам разрешат постепенно вернуться на работу. От бизнес-хаби Объединенных Арабских Эмиратах Дубая позволит всем сотрудникам частного сектора вернуться на рабочие места к середине июня. Магина. Спасибо большое, Айсан.